Настольные игры А вот славяне играли в бирюльки. Так называлась целая группа игр с использованием мелких предметов сложной формы. Задача игроков состояла в том, чтобы выудить как можно больше фигур с помощью тонкого крючка. В Муравленко живет много любителей настольных игр. Одна из них – Ксения Романова. Девушка работает учителем английского языка в четвертой школе и играет в настольные игры минимум один раз в неделю. В ее коллекции примерно 10-15 настолок, каждый из которых по-своему увлекательно и интересно. Я очень люблю играть в настольные игры, я люблю, когда мой дом полон людей, особенно моих друзей, с которыми я знакома очень-очень много лет. Вот смотрите, получается в стопке карты с различными вопросами. Я выкладываю две карты и нужно привести тот предмет, который подходит под описание двух карт. Ну, например, первая карта можно увидеть под водой и можно увидеть за полярной группой. То есть, какой предмет соответствует и первой и второй карте? Прямо только предмет? Только предмет? Рыба. Существительная? Свою любовь к настольным играм Ксения объясняет просто. Это хорошая возможность собраться в компании друзей и веселой с пользой проводить время. В этот раз поводом пригласить гостей на вечер настолок стал Хэллоуин. Кстати, увлечения Ксении очень разнообразны. Это и спорт, и рисование по номерам, и создание брошей, и путешествия. В Англии девушка была уже дважды. И признается, это необходимый навык для учителя иностранных языков посещать страну изучаемого языка. Мне нравится смотреть ландшафт, природу, обычаи, традиции других людей, знакомиться с новыми людьми, потому что для меня, как для учителя, новый опыт является чем-то уникальным, и я считаю, что настоящий учитель должен передавать опыт, который получает своим детям, и быть неким наставником, который передает не только знания, но и духовный опыт. А в одну из поездок педагог привезла самую популярную настольную игру в мире – монополию. Сейчас мы должны решить, кто будет первым ходить. Я. Кидаем кости по очереди. У кого большое количество чисел, тот ходит первым. Шесть. Несколько раз я практиковала игру в монополию со своими студентами, учениками на английском языке. Я считаю, что это было очень познавательно для них, потому что, когда мы играем в монополию на русском языке, мы читаем реалии России, Москвы, и когда мы играем в монополию на английском языке, мы считываем реалии Лондона. Мы знакомимся с названиями улиц Лондона и также с грамматическими единицами английского языка. И тем самым приобщаем студентов к английскому языку не только через уроки, но и также через внеурочную деятельность, в частности, через настольные игры. Своим ученикам я бы посоветовала игру монополию. Монополия, мне кажется, должна быть в любой семье, у каждого подростка, потому что монополия подразумевает игру от двух и более человек до неограниченного количества людей. И в этой игре студентам приходится коммуникацировать друг с другом, развивать коммуникационные навыки, договариваться, умение простраивать определенную финансовую стратегию. И мне кажется, что монополия – это не про бизнес и не про финансы. Монополия – это про то, кто-то есть на самом деле и то, каким ты можешь быть. Кингс Кросс Стейшн. Ребята, кто помнит, откуда Кингс Кросс Стейшн? Ой, это же из Гарри Поттера, да? Да. Гарри Поттера. Среди любителей настольных игр и учитель истории Софьи Дивнич. Увлекаться настолками начала примерно 6-7 лет назад, в студенческие годы. Мои самые любимые игры — это «Дженга», это «Круэда» и «Мафия». Я люблю игры, в которых нужно думать, разгадывать, расследовать. Особенно мне очень нравится наблюдать за эмоциями людьми. То есть мне нравится считывать эмоции людей и тем самым узнавать, кто же у нас там является, например, мафией или кто является убийцей в «Круэда». Для детей, наверное, я бы посоветовала, вот из своих любимых — это «Дженга». «Дженга» позволяет вырабатывать моторику рук. «Дженга» позволяет также продумывать ход, стратегию, то есть какое — вытащить кирпичик. Мне кажется, ребятишкам как раз-таки очень хорошо это подходит. Бум на настольные игры начался еще в 80-х и продолжается по сей день. А за годы пандемии спрос на настолки в России рос рекордными темпами. Каждая из игр позволяет почувствовать себя в выбранной роли и ситуации, окунуться в мир фантазии и отвлечься от повседневных проблем. К тому же, настольные игры — это просто хороший повод провести время с друзьями или в теплом семейном кругу, расширить свой кругозор и с головой окунуться в удивительный мир воображения.